От пациента. Просьба обратить внимание на наличие кистозно-объемных и очаговых образований и выявить, есть ли другие аномалии развития головного мозга, в том числе врожденные. В случае обнаружения, просьба указать размер и указать местонахождение на снимке, для просмотра в программе Radiant. Консультативное заключение по представленным эмортомограммам пациента 25 лет. Дата исследования – 3 мая 2021 года. Область исследования – головной мозг. Контрастное усиление не проводилось. Срединные структуры головного мозга не смещены. Третьи и четвертые желудочки мозга не расширены. Боковые желудочки симметричны и не расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла супраселлярная цистерна пролобирует в полость турецкого седла. Расстояние до хиазма 8,6 мм. Гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен. Высота гипофиза 4,7 мм. Т2 сек 13. Хиазмальная область без особенностей. Мостомозжечковые углы свободны. Сильвии в щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, не расширены. Участков измененного МР-сигнала в веществе головного мозга не выявлено. Ствол мозга без особенностей. Мозжечок симметричный, однородной структуры. Церебро-спинальный переход без особенностей. Придаточные пазухи носа, в зоне сканирования, отек слизистой оболочки левой лобной пазухи, Т2 сек 10, 12, Т2 дарк флуат 16, 18, клеток решетчатого лабиринта слева, Т2 сек 10, 12, Т2 дарк флуат 14, 15. Носовая перегородка в средней трети смещена вправо на 13 мм, Т2 дарк флуат 7. В заключении МР-картина тенденция к формированию пустого турецкого седла. Левосторонний полисинусит, искривление носовой перегородки. Рекомендована консультация невролога, лор-врача, 4 мая 2021 года доцент кафедры КМКОТОФМ. Комментарий врача-рентгенолога. Есть признаки повышения внутричерепного давления, тенденция к формированию пустого турецкого седла. От этого могут беспокоить головные боли, возникать чувство тяжести в голове. С этим имеет смысл показаться неврологу. Также есть признаки воспаления в левой лобной пазухе и левой половине решетчатого лабиринта, искривление носовой перегородки, это тоже может давать чувство тяжести в голове. С этим клор-врачу. В целом, чего-то опасного, угрожающего жизни в голове нет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok